В этом году как никогда мы наблюдаем активность наших жителей для того, чтобы поставить прививочку. Пока на сегодняшний день у нас в очень небольшом количестве кое-где остается вакцина для взрослого населения. Есть пока вакцина, мы 70% от поставленной вакцины израсходовали для детей. Поэтому на сегодняшний день, конечно, мы ни в коем случае никому ни в чем не отказываем. Но, конечно, надо маленечко подождать. У нас уже октябрь наступает в выходные дни. Как правило, Министерство здравоохранения поставляет вакцину чуточку раньше, чем она опубликована на официальных сайтах. Откуда мы знаем? Это не просто устный разговор. Есть государственный контракт по поставке вакцин. И все сроки публикуются на этом сайте. Мы в графике находимся, как и соседние регионы. Поэтому, если в прошлом году у нас вот такого ажиотажа не было, потому что, ну, как-то более вяло прививались, то сейчас, конечно, прививаются достаточно активно. И нашим жителям хочется сказать большое спасибо. Это значит, не ляжет на здравоохранение бременем такой большой объем, как лечение заболевших. Мы в районах этот вопрос тоже, если кто-то готов поделиться вакциной. Причем, я хочу сказать, делятся вакциной в очень небольшом количестве. Мы очень быстро ее перераспределяем. Но с каждым днем эта вакцина убывает. И в лучшем случае кто-то может поделиться в соседний регион 30-50 доз. Да, мы активно идем на это, если руководители договариваются между собой. В районах тоже она заканчивается. И как только у нас на сегодня вакцина поступит, мы тем же днем эту вакцину перераспределяем, информируем через официальный сайт Министерства здравоохранения. Каждый день на селекторе анализирует заместитель министра Алтайского края этот вопрос. И всегда на обратной связи все главные врачи. Ну, потому что не каждый главный врач видит, сколько у соседей осталось. Поэтому прежде чем, как говорится, забрать вакцину и кому-то чего-то передать, первое, это надо понимать, что территория готова передать эту вакцину. Почему? Потому что вот очень сложно и очень тяжело у нас традиционно прививается наше образование. Причем не дети и не учащиеся, а именно сотрудники. Если вдруг возникает какая-то ситуация силой убеждения в районе, вдруг сотрудники школы будут прививаться, конечно, мы изыщем эту вакцину только, чтобы их привить. Конечно, мы стараемся привить и муниципальные образования, именно районные, которые сегодня точно так же работают с большим количеством людей и которые тоже являются группой риска. Конечно, мы в первую очередь, у нас очень активно, у нас 98% от поставленной вакцины очень хорошо прививаются люди старше 60 лет, люди имеющие хроническую патологию. Больше 280 человек у нас привито беременных. То есть в этом году как будто небывалая ситуация, когда люди активно идут на прививочку. Грипп у нас будет идти всю осень. Это действительно плановые поставки по государственным контрактам, которые сегодня заключили Министерство здравоохранения Российской Федерации. Такого понятия, что бессмысленно ставить вакцину против гриппа, его в природе не существует. Мы сегодня ставим перед собой задачу, ту вакцину, которую и не только мы, перед нами ее ставит и Министерство здравоохранения Российской Федерации, и Федеральная служба Роспотребнадзора, что основную массу вакцины, которая поступила за счет средств федерального бюджета, желательно всю реализовать осенью, до 1 ноября. И в принципе мы практически укладываемся всегда в этот период. Но бывает такая ситуация, что человек захотел вдруг привиться, а вот федеральной вакцины уже нет. Можно прививаться в декабре? Да, конечно. Можно в январе прививаться? Да, конечно. Можно в феврале прививаться? Никто не запретил. Срок годности вакцины – май месяц следующего года. Сегодня цель привить в предсезонный период основную массу людей и израсходовать всю вакцину – это создать достаточную иммунную прослойку, чтобы не было активной передачи вируса среди людей. Ладно, если это наше старшее поколение, да, мы их бережем от заболеваний, гриппа, мы бережем, чтобы у них не было осложнений, не приведи, господи, как говорится, летального исхода. А ведь все остальные группы риска мы прививаем только для того, чтобы, например, медики не заразили наших пациентов, а медики у нас очень неплохо прививаются, чтобы сегодня в образовательных учреждениях дети, даже если в силу каких-то обстоятельств педагоги не привиты, но дети у нас будут привиты или учащиеся, да, те, которые старше 18 лет, даже если вдруг случится так, что педагог заболел, наши дети привиты и не заболяют. Давайте вот опять про новый штамп поговорим. Что это за штамп и спасут ли от него уже привычные нам вакцины, которые мы ставим? Сложно сказать, спасут или нет, но, скорее всего, какой-то перекрестный, остаточный иммунитет после перенесенного заболевания. У нас достаточно много людей переболели, переболели даже неоднократно, новые коронавирусные инфекции. Плюс ко всему мы привили миллион семьсот человек в этом году, не в этом году, неправильно говорю, с периода, когда в сентябре 2020 года и по сегодняшний день вот такое количество людей у нас сегодня получили прививки. В разные годы, да, кто-то по две, кто-то по три, кто-то даже по четыре двойные прививки получил. Сказать о том, что будет какой-то перекрестный иммунитет с тем новым вирусом, о котором сегодня говорят средства массовой информации, сказать сложно, потому что еще очень мало времени прошло, и нет пока еще доказательной базы, а вообще сколько действует иммунитет. Хотя есть нормативный документ, временные методические рекомендации по новой коронавирусной инфекции, где четко прописано, что в период пандемии мы ставим прививочки каждые шесть месяцев в межэпидемический период, то есть в межпандемический даже период, когда мы переходим на спорадическую единичную заболеваемость, то, что происходит у нас сейчас, мы эти прививочки ставим один раз в год. Будут изменения? Не будут. Раз в три года будем ставить, через год, через два, или будем как грипп ставить. Поэтому пока на сегодняшний день другой информации нет. А все-таки какая есть информация вот про новый штамм? Официально нету никакой. Это мы пока так же, как и вы, видим в средствах массовой информации. Сказать, что пришли какие-то новые документы в плане того, что вот зарегистрирован такой штамм, и что вакцины сегодня актуальны, и что там какие-то дальше противоэпидемические мероприятия, на самом деле это новая коронавирусная инфекция, и независимо, какой штамм у нас сегодня будет циркулировать, что мы видим вот по факту, и то, что про этот новый штамм вируса говорят. Во-первых, у нас госпитализация пациентов, это составляет примерно 15-20% от числа болеющих лиц. То есть все остальные лечатся амбулаторно. А почему амбулаторно лечатся? Потому что заболевание протекает достаточно легко, и сегодня, глядя человеку в глаза, сказать, что у него именно новая коронавирусная инфекция, мы всегда тогда помним, говорили, да, в 2020-2021 году, ох, у меня пропало обоняние, ох, у меня изменился слух. Нет, сегодня немножко клиника совсем другая, и говорить о том, что вот пропало обоняние, значит, коронавирусная инфекция, сейчас пациенты практически на это не жалуются, и на сегодня мы можем только по лабораторному подтверждению поставить этот диагноз. Это один момент. Второй момент. Те люди, которые у нас находятся на стационарном лечении, это люди со средней степенью тяжести, потому что у них есть какая-то сопутствующая патология. Во-первых, это возрастные пациенты, во-вторых, это люди, которые имеют хронические заболевания, или, например, основное заболевание, хроническая болезнь почек, печени, сердечно-сосудистой, болезни легких. Поэтому нет таких людей, которые бы вот заболели коронавирусной инфекцией, на фоне полного здоровья у человека ничего нет, или есть метаболический синдром, так называемое ожирение. То есть всегда что-то есть, что сопутствует этому состоянию. И состояние средней степени тяжести его не придумаешь. Наши клиницисты за эти годы хорошо научились лечить и вести новую коронавирусную инфекцию. Поэтому как только стабилизируется состояние, надолечивание, эти люди у нас уходят на амбулаторное лечение. В России в некоторых регионах фиксируют вспышку кори. В Алтайском крае есть ли с этим проблемы? Как проблемы у нас такой проблемы нет. Мы по дополнительной иммунизации привили больше 11 тысяч человек для того, чтобы создать еще большую иммунную защиту нашего населения. А кто были эти люди, которые заболели? Это как раз те люди, которые где-то были, где-то ехали. Есть какие-то люди, которые уезжали в другой регион, были на каких-то симпозиумах, конференциях, имели свое собственное мнение о том, что они не хотят прививаться. Да, и вот по этим случаям мы работали. Говорить о том, что привиты и наши граждане заболели вдруг, ну, наверное, пока не приходится.